Договоры на поставку мяса Яловича на створение в творчестве грибов и развитие туристических отношений подписаны по Межмогилевской области и китайской провинции Дзянсу. Треважные документы стали выникой визиты за международные диригации на Могилевшину. По чашу матликих встреч намечены широк и других накерунков для будущего сотрудничества. Зносиным по Межмогилевской области и провинции Дзянсу ровно 10 год. Добрым подарунком лишать баки у юбилейную дату стало подписание значных для партнёров документов, які поглыбят взаимоотносины. Первый – это протокол об супрацовнестве Могилевского мясокомбината с китайским предприемством, сгодной якого будет наладжена перепроцовка мяса Яловичины для поставок у провинцию Дзянсу. Китайский партнёр з'явится и у Крычевского района. Подписаны ответный меморандум об замежном супрацовнестве. У районе створяется одразу два предприемства по вытворчасти и поставцу у Китая грибов и вытворчасти автозапчасток. Районы они дадут от 70 до 100 новых рабочих местов. Зараз идти оформление документации по вылучшению будинков под вытворчасти. Это воинская часть, она находится недалеко от агрогородка Красная Будда. Эти передаются помещения нам, и мы будем работать дальше по их передаче нашим китайским партнёрам. Совместными усилиями будем их развивать и получать от этого в том числе и поступление в бюджет и развивать экономику региона. Третий документ носит гуманитарный характер. Это меморандум об супрацовнестве Могилёвского областного управления спорту и туризму и туристичной корпорации Нанкина. Сегодня мы здесь заключили три соглашения по сотрудничеству. Я думаю, что это только начало, а после этого я думаю, что у нас будет очень шире сотрудничество и будущее. Безусловно, экспорт для Могилёвской области, для экономики Могилёвской области очень важен, потому что мы производим больше, чем постребляем на внутреннем рынке. Поэтому те контакты, которые сегодня у нас находят место с провинцией Дзясу, они для нас очень интересны и выгодны. И контакты вот такого порядка делового, они будут ещё усиливаться. Погоднения, которые уже оформились на паперы, тягнуть за собой шерох и инших пропанов. Некоторые из них обмерковали по часу встречи. Китайская делегация, до прикладу, звернула увагу на химичную, текстильную промысловость, электронику, альтернативные краницы энергии. Тут таксама можно зайти кропки сутокнення. Могилёвской области такие идеи цікавые и у першую чергу у пытанні створения суместных предприемствов. Больше детальово працаваць над перспективными суместными проектами зможа суместная рабочая группа. Алиса Рыбалка, Александр Артемьев, Новины региона.